Мы иногда какими-то живем немножко внешними моментами и забываем про то, что вот по-настоящему живет внутри нас. А внутри нас настоящий космос. Все альбомы, Марин Б. Плюс кинематографичные очень, они очень образные. Глаза закрываешь, сразу куда-то ныряешь, то в джунгли, то еще куда-то. Оркестр играл так, что я потом слушал записи, у меня просто слезы текли из глаз. Как это вообще возможно? В Нью-Йорке Волденье мы продолжаем музыкальные салуны, продолжаем принимать гостей. Сегодня не на красных диванах, но это тот же Игорь Сандлер из продюсерского центра Игоря Сандлера. И сейчас будем представлять, кто уже сменил на стульчиках визави, кто у нас в этом часе после полудня. А сейчас я, как всегда, очень хотела бы сказать спасибо всем тем, кто музыкальный салун творит. Уже девятый год музыкальный салун. Это авторская идея Сергея Ловтия. Огромный привет видеоинженеру и звукоинженеру Александру Борисову. Привет и спасибо Илье Гайдаю, он звукорежиссер проекта «Сегодня», Мартину Гоцману Ирине Подмаревой, Катюше Суботиной и Сергею Штрифон. Спасибо и, конечно же, всем тем, кто вам, уважаемые радиослушатели, кто слушает нас. Знакомим вас и с новыми именами, знакомим вас и с теми, кто покорил музыкальный олимп. Вот один из тех людей, многоуважаемых, волшебную музыку которого мы с вами совершенно точно слышали, а вот теперь познакомимся лично, гостем во втором части музыкального салона. Здравствуйте, Лев. Игорь, представляй. Здравствуйте. Доброе утро в Нью-Йорк. Добрый вечер, Москва, традиционно. Да, и второй час я пригласил моего старого доброго друга, с которым много-много лет знакомы. Лева, расскажи, пожалуйста, про это коллектив-группа «Маримба плюс». Почему «Маримба» и почему «Плюс»? Сразу два вопроса. Да. Ну и вообще, у тебя уникальный проект. Лева недавно давал мастер-класс в нашем центре. Детишки были прям возбуждены, взволнованы и остались с подпечатлением, потому что это действительно было высоко профессионально, очень интересно, но самое главное, это был не скучный мастер-класс, а с элементами шоу и с такой подачей, которая очень дошла сразу в сердечко каждому ребенку. Пару слов. Спасибо. Спасибо огромное. Очень приятно быть здесь, на эфире. Спасибо огромное, Игорь, за приглашение. «Маримба плюс» – название очень просто. Дело в том, что к «Маримбе» мы все время прибавляем инструменты, проект все время «Open Space», мы все время открыты. То есть «Маримба» может быть и в камерном составе, и в большом составе, и с симфоническим оркестром, но основной состав – это вот 7-8 музыкантов, с которыми мы постоянно работаем, записываем пластинки. И поэтому название коллектива придумал в свое время, много лет назад, профессор Гнесинской академии Дмитрий Михайлович Лукьянов. Он говорит, скорее всего, «Маримба» будет плюс, потому что будут вот именно прибавляться музыканты, поэтому так и будет. И вы так и оставили. Мы так и оставили, да. Тогда плюсов было мало в то время. Это какой год? Ну, 1999-й. Серьезно? Уже 24 года коллектива, да? Вот мы будем в январе, да, 15-го числа в Доме музыки, в Московском Международном Доме музыки, отмечать 25-летие, да, коллектива. Серьезно? Да, приглашаемся. Надеюсь, приду, если вырвусь. Приглашаем, обязательно. Обязательно. Скажи, а коллектив с тех пор сколько раз менялся, и кардинально менялся, или все-таки есть золотой состав, как говорят? Из золотого состава у нас вот есть наши деды, музыканты, которые практически все время в составе. Это Илья Дворецкий, флейтист, он с самого начала. Сергей Надкин, наш кларнетист, он играет на бас-сет горне и на кларнете и поет. Иногда. Да, вот, это люди, которые были вот уже очень много лет с нами и практически все время, да. Остальные музыканты с течением времени менялись, да, обновлялась кровь, потому что я очень люблю приглашать молодых музыкантов, я все время смотрю за веяниями, за тем, что происходит, и мне очень интересно, когда, ну, появляются какие-то новые музыканты, они приносят новые мысли, и мне это очень приятно. Да, это здорово, всегда молодая кровь, она не только, не только просто молодая, они дают новые какие-то фишки свои, новые понимания музыки. Может, мы иногда в собственном соку варимся, они какое-то движение такое дают, я тоже люблю с молодыми работать, это очень всегда увлекательно и интересно. Марк, только что мы оставили позади, вот сейчас для того, чтобы познакомиться радиослушателей со звучанием этого коллектива, позвольте, да, немного, чтобы это позвучало, это роскошиство, которое унесет нас совершенно точно в весну. Спасибо. Ту самую весну, которую мы все с вами чувствуем. Маримба плюс, если вы еще не знали, то вот это оно. Глеб Снеп, слепанер у нас сегодня гостем музыкального салона, потому как в Нью-Йорке полдень, а мы в этом сейчас еще и растворимся. Позвучим буквально минуту, а потом вы прокомментируете то, что звучит хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но все там есть. Интересно, когда была написана эта музыка, гостем у нас сегодня Лев Слепнер, маримбонист, перкуссионист и композитор. Лев, когда это было создано, почему так сейчас отзывается? Да, 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 да. Это просто эксклюзив. Нигде еще это не было сыграно. Это абсолютная премьера. Дело в том, что мы скоро издаемся на лейбле «Джазист» в России, в Москве. И альбом вот совсем свежий. То есть вот сейчас вот мы ждем в конце апреля как раз выхода, релиза всех композиций. Эта вещь называется 17 марта. И весь альбом, наверное, впервые так получилось, что вот абсолютно вся пластинка, все вещи связаны с моей какой-то вот духовной составляющей. И каждая вещь пропущена через сердце, через какие-то вот мои личные внутренние переживания. Такого, наверное, не было никогда, потому что, ну, какой-то процент был связан с какими-то событиями, там, с поездками, с людьми. Но вот так вот, чтобы настолько все через сердце, это первая такая пластинка. Вот. Я надеюсь, что все слушатели это поймут. Композиция называется 17 марта. И, ну, начиная с того, что это число, это день моего рождения, и заканчивая тем, что просто цифра 7. И 17 всю мою жизнь проходит вот какой-то красной лентой через все мои квартиры, я не знаю, там, гаражи. Все, что было в моей жизни, все всегда с семеркой, с 17. Поэтому это такое число знаковое для меня, я бы сказал. Я открою небольшой секрет. Я родился тоже 7-го числа, февраля. Я жил 25 лет в квартире 17. Так. И сейчас я переехал в другую квартиру 107. 1-0-7. То есть тоже 17. Тоже, тоже, да, число массовое. Но у меня 42. Я учился в Саратове в 42-й школе, в 42-й квартире жил. 42 остановки Моисей за 40 лет евреев по пустыне сделал. Понятно. 42 это цифры, из которых... Играно, это только ты так можешь, конечно, через запутание. Нет, 42 мы вот недавно были... Вот куда я... Я номер машины недавно получил новый. 4424, 42 опять. 42 это самое длинное имя Всевышнего. Это в Торе первые 42 буквы. И там по Кабалец зашифрованный, самое святое, самое большое имя Всевышнего. Его расшифровать очень трудно. Но 42 это такая культовая тоже цифра, как и у тебя. 17 и у меня 17 тоже. Да. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, отлично, ребят. Я тоже вам жму руку, потому как у меня 17 мая. Тут вот вскоре тоже. Так или иначе, да, поздравления. А что сейчас звучит, Лев? Мы все-таки должны познакомиться с этой музыкой. Что это? Это тоже с нового альбома? Да, да, абсолютно. Все треки из нового альбома. Эта композиция называется «Бонсай». И тоже трек, который... Ну, мне очень хотелось, чтобы люди почаще заглядывали внутрь себя. Особенно, ну, вот вообще сейчас в этот период. Мы иногда какими-то живем немножко внешними моментами и забываем про то, что вот по-настоящему живет внутри нас. А внутри нас настоящий космос у каждого. И я в этом уверен, потому что, ну, во-первых, я еще и преподаватель. Преподаю 29 лет, уже почти 30 лет. И вижу, как раскрываются ученики, и сколько в каждом человечке, в каждом абсолютно заложено Богом. Просто огромный космос. И вот эта вещь «Бонсай», она как раз об этом, о том, чтобы раскрыть, увидеть эту красоту внутри нас. Лев Слепнер делится сегодня с нами своим вселенной, своим космосом. И пусть это будет именно настолько же чисто, большим потоком, открыто, так же красиво, как ваша музыка. Спасибо вам. Да, послушайте, мы обязательно вернемся в музыкальный салон. Спасибо. 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 Музыкальный салон продолжается. Саполдин в Нью-Йорке, а у нас гостем потрясающий музыкант Лев Слепнер. И маримбонист, перкуссионист, и композитор, и группа, которую мы сегодня представляем, вернее, музыкальный коллектив, большой музыкальный коллектив, он называется «Маримба плюс». Ну и то, что звучит, конечно, это потрясающе. Спасибо. И, простите за каламбур, потому как знаю, что много слов есть, и не нужно в эфире употреблять превосходящие эпитеты, но не могу я по-другому сказать об этой музыке. Спасибо. У меня последняя строчка пресс-релиза музыканта симфонического оркестра на выступлении «К тысячелетию Казани». Просто удивительно, как это все воспринимается. А вот мультфильмы Юлия Аронова, мультфильмы, которые также идут очень таким плотным потоком в вашем музыкальном потоке. Расскажите, как и что. Ну, я много лет сотрудничаю с удивительным режиссером, с Юлечкой Ароновой, она живет во Франции много лет. И одно время мы сотрудничаем с компанией «Фалимаш Студио», ну, это как Голливуд, только в Европе, во Франции, очень большая компания, крупная. И, ну, мы с ней просто очень много лет дружим, вот, и она понимает, что нужно по музыке, я понимаю всегда, что ей нужно. Вот она присылает мне какие-то референсы по картинке и тут же пишу музыку. И вот это сотрудничество, оно многолетнее, и оно, ну, оно очень-очень тонкое, потому что вот понимание приходит буквально, она там что-то еще карандашом там... На вермальном уровне. Да-да-да, карандашом набрасывает. У меня уже есть четкое видение того, что нужно написать. И все наши саундтреки практически всегда завоевывали, ну, до последнего момента всегда призы. И она говорит, ну, типа, Лёва, ну, сколько можно уже, ну, уже остановись. Ну, да-да, ну, что ж такое-то, вот. И, ну, мне это очень приятно, значит, это доходит, это очень трогательное тоже искусство, когда ты пишешь музыку под картинку, вот. Для меня это, ну, такой опыт, очень хороший опыт всегда. И каждый раз такой челлендж, вот, попаду-не попаду, но с Юлей вот всегда стопроцентное попадание, мне кажется. Так интересно, он пишет музыку под картинку, а потом в Португалии на кинофестивалях музыкальных за музыку берет какие-то престижные награды. Да, потому как это музыка, которая доходит от сердца к сердцу сразу. Игорь, прости, перебил, пожалуйста. Не, я хотел просто отметить, что саундтреки вообще музыка к картинам и какая-то сопровождающая вроде бы, но она настолько яркая. Это отдельный вид искусства, и он настолько иногда саундтрек вытягивает сам фильм очень часто. И очень часто фильм запоминает именно по музыке, а музыка очень часто и живет отдельно уже, у нее своя жизнь, параллельность. Да, совершенно, да. И здорово, что у тебя это получается. Более того, я тебе потом покажу у нас в музее легендарный синтезатор Хартмана Эдуарда Артемьевна, который у них 8 в мире всего. И он, это специально для него сделали, и он мне его подарил незадолго до ухода в мир, но и он на нем все как раз Тарковского и фильмы Михалкова озвучил, Кончаловского. И вот он у нас в соседней комнате. Реликвия, прям здесь. Вот, прикоснемся сейчас после эфира, да. Спасибо огромное. Лев, а что сейчас звучит? Вот я прям сейчас выведу картиночкой, а вы расскажите, что это и кто играет. Это ваш обычный состав или приглашенные гости? Да, это наш состав, Маримба Плюс. Звучит сейчас композиция, которая, собственно говоря, явилась обо названии нашего альбома в другом измерении. И я думаю, слушатели заметили, что, в общем-то, пока что вот все, что мы слышали, Маримбы там не так много. То есть этот альбом очень пианистический, и в том числе мне довелось, несмотря на то, что у нас есть пианисты в составе потрясающей клавишницы, Олеся, Митико, вот. Но так сложилось, что я записал лично сам на фортепиано все темы, вот. Он очень пианистический получился, альбом, очень много. Да, вот эта композиция называется как раз In In Us Dimension, то есть в другом измерении. И я ее посвятил выдающемуся композитору-пианисту, который очень сильно на меня повлиял в свое время. Это Тигран Хамосян, вот. Да, который просто, ну, один из мощнейших для меня таких вообще виртуознейших мыслителей современной музыки, вот. И вот эта вещь посвящена ему. Круто. Да, в другом измерении. А на сцене всегда вы исполняете, если говорить, что записали эту тему, да, вот сейчас на сцене это... Да, я играю, да, на ровне. Да. Просто я сейчас не увидела кадра. Потрясающе, конечно, как все объединены этим потоком музыкальным. Спасибо. Как и у него легко поверить и войти. Спасибо. И опять эта тревога, смотрите, да, то есть он пронизан тревогой, пронизан переменами, пронизан изменениями. С одной стороны, это самосозерцание и легко войти в собственное, да, состояние вот себя с этой музыкой. С другой стороны, он связан с теми вихрями, которые вокруг, которые тревожат, которые приходят, даже если не смотришь телевизор и не слушаешь какие-то общепринятые, там, не знаю, даже не новости, а просто какие-то каналы информации. Да, все это в воздухе. Вы просто поймали это и воплотили. Абсолютно, абсолютно точно. Это все питает. От этого невозможно отгородиться. Где сейчас можно это послушать, вот если не в нашем прямом эфире, в музыкальном салоне? Ну, очень скоро будет релиз, вот, и выйдет новый альбом, и, собственно говоря, тогда можно будет послушать на всех площадках, как обычно это бывает. Да, и релиз будет, ну вот, буквально, не знаю, через неделю-полторы. Сейчас идет очень интенсивная работа над обложкой, потому что я дал сложную достаточно задачу, вот, показать внутренний мир меня, и это оказалось... Да, моя вселенная, ну, я утрирую немножко, вот, это оказалось непросто, меня попросили присылать кучу референсов, как я себе это вижу, и вот сейчас вот идет, собственно, работа над дизайном, и сразу же будет релиз, потому что пластинка готова уже, да. Вот интересно, если вы сотрудничаете с Юлией Ароновой, и обращаю внимание радиослушателей на мультфильм «Моя мама самолет», пожалуйста, посмотрите его, ведь у вас же могли быть мультипликационные видеоклипы, потому что музыка-то в ощущениях очень кементографична. Не зря же Игорь сказал, что вот там инструменты Артемьева Эдуарда стоят, то есть то, что вы передаете, это состояние, а это же действительно интересно, если сначала музыка, то есть вы говорите, что мультфильмы вы пишете, картинку видите и пишете, а тут наоборот, может быть? Да, и, собственно говоря, мне кажется, что, ну, вообще, все альбомы «Марин Б» плюс в той или иной степени кинематографичны очень, они очень образные, то есть, ну, глаза закрываешь, сразу куда-то ныряешь, то в джунгли, то еще куда-то. Эта пластинка, ну, я не знаю, ну, это просто вот, мне кажется, если есть какие-то режиссеры молодые или не только молодые, но вообще, да, это просто вот бери и используй, потому что, ну, сплошные картины просто, сплошное кино. Я не знаю вообще, как еще по-другому это назвать, эту музыку, и изначально мы даже занимались продакшеном, я благодарю Михаила Зуева, который помогал полностью всю пластинку делать, вел этот проект, и изначально был посыл такой, что мы делаем кино, мы делаем в музыке кино, потому что вот эти все, все звуки, все, что мы делали, это все было связано с картинами, которые, в общем, внутри нас, и, ну, мне кажется, это получилось. На мой взгляд. Сто процентов, а скажи, пожалуйста, вот как ты, как рождается музыка, потому что у всех по-разному, иногда сел, прям сразу играешь, все, а иногда в муках, иногда там месяц ты какие-то фрагменты подыскиваешь, какие нотки взять, или вот у тебя сверху антенка, энергия идет, ты ее через себя пропускаешь, сразу записываешь, и записываешь ли ты это в ноты, или это все у тебя в руках? Очень интересный вопрос, Игорь, спасибо, потому что вот все, наверное, перечисленные способы были, да, и была композиция, вот, которую мы услышали «Бонсай», это просто была одна встреча, встреча, и тут же родилась вся вещь, вся, от начала до конца практически, дальше просто уже и доработала, и все. Были моменты, когда вещь рождалась, ну, достаточно долго, она как бы обретала форму, мы ее переделывали так, всяко, доаранжировывали и так далее. Например, такая вещь, как «Орион», в которой, мне кажется, сейчас будет звучать, эта вещь как раз претерпевала очень много изменений, вот, и как я пишу по-разному, иногда я сажусь, идет реально вот поток какой-то, я успеваю зафиксировать какую-то мысль, потом я к ней возвращаюсь, если она мне нравится, я продолжаю. Сегодня я вот как раз перед эфиром сидел и просто в программе, мне было очень интересно, я поймал какой-то буквально вот один маленький какой-то вот захвостик, нюансик, да, из этого нюансика, риф-очек там, и из него начал делать дальше уже. И дальше уже я смотрю, что из этого получается, всегда очень важно, чтобы прошло какое-то время, то есть я даю себе обычно три дня, да, вот если на следующий день мне все еще интересно, то, что я придумал вчера. Еще раз, да, да, а вот на третий, да, да, я как бы, ладно, окей, пусть полежит на второй день, потом на третий, если вот как бы оно цепануло, да, я продолжаю, но либо я просто, если не цепануло, для меня это все просто опыт, я дальше иду, ничего вообще страшного. Лев, а вы нам покажете, чего вы за хвостик поймали в музыкальном салоне, так интересно будет, когда это уже оформится или нет, то есть, ну, в любом случае, если оно будет, пожалуйста, покажите нам, хорошо? Хорошо, хорошо, с удовольствием, с удовольствием, мне самому интересно всегда, что получится. А вот этот «Орион» меня просто поразил, захватил, это действительно вот то, как он начинается, да, эта вещь, композиция, да, «Маримба плюс Орион». Ребята, уважаемые радиослушатели, прямо вот через несколько дней это тоже можно будет взять, посмотрите, как здорово, вне зависимости от ситуации, в которой мы есть, вот эта музыка может быть таким, каким-то бэкграундом жизни, просто это и за рулем, и при каких-то перемещениях, или просто прогулках, при настройках на что-то, она вот именно не отвлекает, а в контексте жизни, в контексте событий. Спасибо. И потом расскажу об «Орион». А вы сейчас рассказываете, «Маримба плюс»… Давай, давай, «Орион» – это программная вещь, она была написана специально для нашего большого шоу в «Планетарии» московском. Да, мы сделали, мою мечту осуществили, я вот просто много лет, несколько десятилетий я мечтал о том, чтобы выступить в «Планетарии», потому что для меня «Планетарии» всегда это, ну, это какой-то вообще… Другой мир, да? Да, запредельное что-то, вот, ну, по ощущениям, по внутренним, по состоянию, именно там, когда я нахожусь. Вот, и мы сделали вместе с режиссером, с Дианой Гамбург, большую программу с полнокупольными видео, работали много месяцев, и в итоге вот осуществили эту программу, и «Орион» был написан специально к этой программе, и как и много других композиций. И все это было сделано с огромным количеством видео, именно вот того самого, который на куполе, да, полнокупольные называются эти видео, поэтому такая работа была очень интересная. И, конечно, я очень рад, что у меня в жизни был этот концерт, было это событие. Супер. Ну, действительно, твоя музыка очень подходит под созвездия, какие-то такие виды, ракеты, метеориты, кометы летающие, планеты летающие. Вот твоя музыка, она очень… А, кстати, ты мне предложил свою музыку в «Планетарии» для озвучки их сеансов? Можно будет предложить, но они… Идея хорошая, я в доле. Да, хорошо. А, я в доле. Поговорил. Ну, идея денег стоит, Юрий, идея денег стоит. Подожди, подожди, вот чем отличается продюсер от музыканта, да. А я сразу вспомнила здесь, в Метрополитен-музее, нет, в Музее Метеральной Истории Харрисон Форд озвучивает потрясающую совершенно в «Планетарии» картины, да, наверное, видео тоже, наверное, было бы очень достойно, если бы можно было сконнектить это и здесь. Кто разделил с вами «Орион» на хвостике, на начальной стадии, когда вы только его поймали в ощущениях? Ну, здесь очень такая интересная история, потому что «Орион» в своем первоначальном виде был совсем другой. Акустическая композиция была, мы, причем, играли даже на концертах. Вот, и вот в том виде, в котором она сейчас представлена на альбоме, это уже работа именно продюсирования, то есть это уже работа вместе с оркестром симфоническим, с огромным количеством звуков, сэмплов. То есть здесь изначально вообще «Орион» появился, ну, наверное, как многое в моем творчестве, просто был аккомпанемент, и вот эта вот мелодия прекрасная. Все, то есть «Маримба» и «Флейта», и, в общем-то, все. А дальше все постепенно-постепенно обрастало и вот превращалось в то, что есть сегодня. Супер, очень интересно. Очень красиво. Спасибо. И музыка, она волшебная, она действительно уносит куда-то в космос. Спасибо. А как в вас проникло «Маримба» и волшебство «Маримба»? Скрипка совсем недолго была в моей жизни, совсем буквально эпизодически, там, два года я отучился, и мне это было очень тяжело все, это не мой был вообще совсем инструмент. И поэтому сразу же после скрипки меня отдали на ударные инструменты. Да, и вот всю жизнь я уже на классических ударных инструментах занимался, то есть это вот «Маримбы», «Ксилофоны», «Барабаны», «Литавры», «Разложенная», «Перкуссия» вся. Ну, обычную установку «Барабаны». Это все у меня было в жизни самостоятельно, то есть мне настолько это было всегда интересно, что с музыкальной школы я уже сел и занимался. Вот, но сам, то есть так как я изучал классическую музыку, играл ее, в оркестрах играл, мы с музыкальным училищем, куда я поступил при консерватории, объездили вообще там пол Европы с детским духовым оркестром, оркестр играл так, что я потом слушал записи, у меня просто слезы текли из глаз. Как это вообще возможно? Вот, то есть невероятно играл оркестр просто. Это детский, у меня даже слово, у меня язык не поворачивается его назвать детским, как он звучал. Вот, и у меня вот этот опыт, конечно, сохранился на всю жизнь, и «Маримба» это был мой выбор, потому что я мог играть в оркестре, я мог играть на малом барабане, там сидеть в оркестре, и это была моя специализация, в общем-то. Вот, но мне всегда хотелось что-то делать свое, уже прям, мне кажется, что с самого начала, мне хотелось вот создавать что-то. И еще большой толчок к творчеству, наверное, послужил то, что не было музыки для «Маримбы» как таковой тогда, на тот период. Вот сейчас есть все, сейчас интернет, ты открыл любого композитора, все скачал моментально, у тебя есть ноты. А вот когда я учился в музыкальном училище, это все было немножко как-то завуалировано, за пьесами, там, чтобы ксерос этот сделать, мы там гонялись друг за другом, и я думаю, да сколько можно? Да-да, я что-то сам лучше, да, ну, что же это такое-то? Хорошая тема, да? Да, мне просто лень было бегать, реально. Ксерокопии делать, да. Да, да. А ну ты, наверное, начал писать когда-то, тысяча пятьсот миллионов лет назад, тот, кто не мог запоминать хорошо, да, музыку, замучился с концертов. Не-не-не, я расскажу, вообще, откуда идет шоу-бизнес, многие спрашивают. Так, Игорь Реверсио, Игорь Сандлер Реверсио. Шоу начал продавать, просто размножать, ксерокопии не было тогда, ксерокопии, и вручную писали, это первый, собственно, шоу-бизнес от Игорь Сандлер Реверсио. Так, ну подожди, Игорь, ты тут наше волшебство и прагматизмом своим не разрушай вот то самое, что Маримбой создано. У меня работа такая, но я продюсер. Вот давайте лучше сейчас посмотрим, что это, это афробит называется, вещь, и, может быть, сразу, Лев, что-то, пару слов об этой вещи. Маримба плюс. Да, афробит, почему? Потому что Маримба вообще очень плотно связана с африканской культурой. Я был в Африке, в Уганде, это восточная Африка, и, ну, в принципе, африканские корни, африканские ритмы меня, ну, много-много лет уже беспокоят и вдохновляют. И до сих пор я изучаю их, я их играю, я смотрю, слежу за тем, что происходит. Мало того, когда я был в Уганде, у меня был гуру, который меня учил играть на, да, на лонг-драме, и, ну, учил. Я просто смотрел, и у меня, конечно, там были только огромные эмоции, как все это происходит, как они это сделают, извлекают эти звуки. И вот африканская культура, это просто, опять же, это мое видение. То есть понятно, что то, что звучит сейчас, это, ну, вот то, как я чувствую африканскую культуру. То есть с использованием, естественно, ритмов, там, каких-то, может, отголосков. Мало того, здесь поет потрясающая певица Фатинья, с которой мы сейчас сотрудничаем, да. С гривой белых волос. Да, на Суахиле, она поет на Суахиле, вот, и это, скажем так, мысли об Африке. Я тебе скажу, сегодня я ехал на программу, и мне позвонил Серж, мой приятель, он черный, из Африки, он на серьезном положении занимает. И в этом году мы планируем провести фестиваль африканской музыки, именно этно. И сейчас мы выбираем площадку, на ВДНХ, может быть, ну, пока там сложно с датами. Так что я тебя приглашу, и именно африканская музыка, когда у нас здесь звучат. Спасибо огромное. Игорь Сандлер. Давайте немного позвучим с этой потрясающей вещью. Да, вот она, Марин Ба Плюс, скоро на всех платформах, посмотрите, называется «Африканский ритм». Африканский ритм «Африканский ритм» Африканский ритм «Африканский ритм» «Африканский ритм» Африканский ритм 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 «Африканский ритм» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!